В последнее время многие аналитики ждут падения рынков, падения акций, и к этому есть причины для того, чтобы упали. Но с другой стороны, когда они начнут падать, кто их знает, во-первых, а во-вторых, начнут ли вообще. Но при этом, возможно, коррекция, и я решил подстраховаться и заработал на этом достаточно большие деньги, сто с лишним тысяч. Как мне это удалось, давайте покажу. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, как всегда, свою опционную стратегию я настроил с учетом падения рынка. Вот, посмотрите, как все это происходило прямо в динамике. Я писал в чате, как всегда, я сейчас показываю. Вот мы видим вот здесь самое начало, графика. Вот такая у меня стратегия построена. Посмотрите, вот здесь вот такая планочка. Это, ну, как бы, мои фиксированные убытки. Если будет индекс РТС в районе от 142... Сейчас, 142.500-145. Да, 145. То есть, здесь будут мои убытки фиксированные, но они будут большие. 100 тысяч убытков. Они ограничены, вот это 100 тысяч убытков. Вот так вот построено. Если индекс вырастет дальше, то есть вот в эту сторону рост, то будет падение там больше 200 тысяч убытков. Вот, ну, а если рост, то, соответственно, у меня 200 там и дальше прибыли, если будет падение. Вот такая стратегия была построена. И я в чате пишу, вот такая стратегия у меня построена. И, ну, где-то был вот здесь вот индекс РТС в свое время. Я действительно решил, что он упадет, во-первых. А, во-вторых, я эту стратегию построил с тем, чтобы корректировать ее. И сейчас я покажу, как я ее корректировал. Смотрите. Ну, вот здесь вот на графике я сделал предположение. Смотрите. Вот он как рос, этот индекс. Индекс РТС. График четырехчасовой мы видим, да. Вот, он падал в свое время 21 декабря. Вот, потом он непрерывно рос. И вот мне тут показалось, что он вышел из канала. Я об этом рассказывал уже. И что я жду коррекции. Ну, которая, в общем-то, так сказать, и начала происходить вот здесь. Смотрите. Вот, видите, я... Вот он вот канал нарисован. Вот он вот... Раз, два, три точки. Это уровень сопротивления. Уровень сопротивления был пробит и пошло вниз. И поэтому я вот здесь вот радуюсь. Смотрите. Да, туда я внес. 13 января внес 200 тысяч рублей на отдельный счет. Этот отдельный счет был инвестиционный. Ну, для того, чтобы экономить деньги на комиссиях. То есть, я сейчас завел два брокерских счета. Один счет по тарифу «Все включено». Там дешевая, ну, низкая комиссия на покупку акций и облигаций. А для срочного рынка я завел просто отдельный счет с тарифом инвестиционный. Там низкие комиссии на срочном рынке. Итак, смотрите. Ну, вот, возвращаясь к предыдущему графику. Вот он тут подрастал где-то. Вот здесь. И, ну... Вот я пишу. С утра было минус 51 тысяча. А сейчас плюс вариационная маржа 57 тысяч. Пока идем вниз, я ничего не меняю, потому что все хорошо. Вот. И у меня спрашивают, дельта жутко минусит, а не купит ли там, ну, для выравнивания дельты? Я говорю, не, не надо. Вот. И здесь вот пишет на скриншот. Юрий, то есть, закрыв прям сию секунду всю позицию, вы заработаете порядка 50 тысяч, верно? Я говорю, да. Но я жадный, маловато будет. И вот что произошло на следующий день, на открытии. Посмотрите. На открытии, ба-бам, сверх все. На открытии, ба-бам, сверх. И вот здесь вот написано, вариационная маржа 78 тысяч. То есть, она выросла. Вот. На открытии сначала вверх, а потом тун-тун-тун-тун-тун и пошла вниз. Вот. Вот я и радуюсь. И когда она начинает разворачиваться, то есть, мне кажется, что она дошла до низу. И я вот здесь решил, что пора, пора уже переворачивать позицию и поднимать вот эту вот полочку. То есть, у меня было, помните, минус 100 тысяч. Сейчас вы видите, уже минус 50 что-то, 4 или 57 тысяч. Вот я, значит, рассказываю. Ну, тут обсуждаем опять же дальше, да, значит, почему, что я так делаю. Вот. И я говорю, начинаю переворачивать. Посмотрите, вот она первая картинка, как я начинаю переворачивать. Вот эту позицию, вот эту вершину я оставляю на месте. А вот эти, видите, вот они, вот красная черта вертикальная. Это куда ушел курс. То есть, направление как бы на корабле. Если плавали, там, значит, на носу стоит такая вот палочка, которая указывает направление корабля. И, значит, это направление корабля сюда. Это вот она, эта палочка красная. То есть, и... А вот это вот, это моя прибыль. Вот она идет вверх. Но она идет вверх, это будет то, что на экспирации. А на самом деле она идет вверх по красной линии. Вот по этой красной линии. но все равно она идет вверх, то есть прибыль увеличивается, и в какой-то момент она вдруг начала идти вот сюда, вниз, и я начинаю фиксировать прибыль. Каким образом? Я вот эти опционы PUT, которые у меня куплены, я их продаю, но продать опционы это очень сложно, для того, чтобы что-то продать, надо что-то купить, поэтому я покупаю опционы PUT вот здесь, которые дальше от страйка, а продаю вот эти, которые уже в деньгах, то есть вот разница между ними очень-очень высокая, и поэтому вот эта полочка за счет этой разницы поднимается, это потенциально, это вот наша цель, прямые линии это наша цель, куда мы идем, наш курс, вот, а красная это где мы сейчас находимся, вот, то есть я потихонечку начинаю вот эти продавать, а вот эти покупать, а эти остаются на месте, то есть вершина у меня на месте, но если пойдет дальше расти, то значит соответственно у меня начнут фиксироваться убытки, вот потому что вершина защищена, за счет того, что они проданы, опционы, давайте смотрим дальше, следующий график, вот, я уже, ну, перестраиваю, то есть поднимаю, смотрите, там было, на предыдущем графике была полочка, вот цель моя поднять эту полочку, минус 57 тысяч где-то, сейчас уже полочка, вот рисую, минус 29 с половиной, понимаете, то есть я приподнимаю вот эту полочку всеми силами, как могу, вот, и продолжаю делать это дальше, что у нас, да, продаю те, которые в деньгах, покупаю левее проданных 140 тысяч, полочка уже поднялась, была минус 100 тысяч, стала минус 24 тысячи, ну, тут мне предлагают зашортить фьючерсами, я говорю, нет, там ГО нужно, у меня все под завязку, то есть обсуждение идет, и дальше, следующий этап уже, смотрите, полочка выше нуля, вот, это здорово, смотрите, что получается, если индекс будет падать, то у меня поднимается, вот, прибыль потенциальная, но сюда можно не смотреть, в течение дня идет по вот этой красной линии, поэтому у меня, в общем-то, красная линия начинает опускаться, но, тем не менее, до уровня где-то в 138, там, 800, я могу, я буду в прибыли по-любому, а у меня уже 292 тысячи и плюс вариационная маржа 17, то есть у меня уже больше 300 тысяч, вкладывал я, напомню, 13 января 200 тысяч, а у меня уже больше 300, ну, и я потихонечку, значит, формирую дальше, что я делаю дальше, а я делаю дальше шляпу, и вот она сформирована, это почти шляпа, но для того, чтобы выровнять вот эту вот красную линию, чтобы она не резко падала вниз, я сделал ее вот такой, то есть со смещением сюда и сюда, ну, это бабочка, называется фигура, и у меня уже, вот в этом диапазоне, если РТС останется, а он остался до сих пор, у меня ожидается плюс 30 тысяч, напоминаю, было минус 100 тысяч, как бы вот направление, курс, цель, сейчас стало, уже я заработал, ну, фактически 100 тысяч и, ну, или там 70, и еще мне светит 30 с лишним тысяч, 40 почти, вот результат за сегодня пишет мне график, плюс 81 тысяча, вот она, результат за сегодня, ну, это по всем активам на самом деле, не только по опционам, а по опционной стратегии, вот этот счет, на который я, вот смотрите, здесь вот я внес 14 января 200 тысяч, 13-го, и, ну, там частями, сначала я внес 20 тысяч, потом еще 180, причем я их взял в кредит, я их взял в кредит, у меня не было этих денег, и понеслось, и вот она у меня, 72 тысячи, результат за сегодня, ну, 73 фактически тысячи, 30 процентов за один день, и активы 320 тысяч текущие, хорошо так, вот, ну, вот обсуждаем дальше, а что я делаю дальше, а дальше я говорю, все, я начинаю, вот, здесь пишу, ну, вот шляпа, и я ее потихонечку опускаю, то есть смотрите, вот у меня вот здесь 40 тысяч в потенциале, да, то есть цель 40 тысяч, я говорю, все, я буду снижать потихонечку, чтобы уменьшать риски, потому что, если цена пойдет либо резко вниз, либо резко вверх, то, в общем-то сказать, у меня там риски зашкаливают, сейчас я еще раз покажу, минус 110 тысяч, однако, или там 120, ну, хорошо, и здесь тоже минус 110, понимаете, то есть я уже начинаю снижать риски, потому что, если какие-то события, то сюда, либо сюда, ну, а какие могут быть события, почему я сделал такую направленную стратегию с самого начала, ну, смотрите, эта стратегия началась, как вы понимаете, где-то числа 14, да, 14 числа, Навальный сказал, что прилетает с 17-го, то есть есть политические риски, то есть если там, ну, какие-то очень резкие события произойдут, типа застрелит Навального прямо, так сказать, на трапе самолета и так далее, вот, резко возмутиться, что-то там, ну, все возмутиться, и, короче говоря, политические риски есть огромные, вот, с другой стороны, 21-го числа еще одно событие, инаугурация президента США, там тоже может быть, и это еще более существенный, конечно же, фактор, потому что, ну, там тоже готовились столкновения, и, значит, там, ну, как бы готовились к столкновениям, могли быть эксцессы, тоже могло все быть именно в этот день, поэтому такой вот, ну, критический день был, значит, там 17-го числа у нас, значит, 21-го у них, 23-го у нас, суббота, вот, поэтому, значит, надо было внимательно смотреть, почему я и поехал, вот, на эту акцию, в поддержку Навального, ну, посмотреть, насколько будет все жестко, насколько много народу будет, насколько жестко будет действовать полиция, полиция действовала, надо сказать, не очень жестко, народа пришло не очень много, поэтому, ну, в общем-то, риска для фондового рынка я особого не увидел, все вроде как бы устаканивается, с Америкой устаканится, поэтому я начал все-таки, как бы фиксировать прибыль, и надо же кредит возвращать, потому что я кредит взял, кредит я взял, как я говорил, на фондовом рынке, в залог акций, у брокера, вот, поэтому, значит, я вот здесь уже, посмотрите, у меня потенциальная прибыль уже не 40 тысяч, а намного меньше, в районе 20 тысяч, и у меня, вот смотрим, опять же, на красную линию, если индекс РТС падает, то красная линия у меня, практически вся выше нуля, если падает, если растет, то ему расти вот куда, и у меня, здесь постоянная планочка, те же самые 20 тысяч, в перспективе, и только если он вырастет выше, чем 45 тысяч внезапно, я же не буду за этим наблюдать, то у меня, в общем-то, пойдут убытки, а убытки пойдут у меня сразу по красной линии, то есть это тоже важно, и поэтому здесь надо тоже действовать достаточно быстро, поэтому я потихонечку сдуваю, вот, уже сдул капитально, пишу в чате, ну, здесь дальше, да, я вот это вот и описываю, значит, ну, и, вот, посмотрите, еще раз сюда, смотрите, вот это вот, правое крыло, у меня, но вроде бы нет никаких причин для роста, поэтому оно вот у меня такой вот, в случае резкого роста индекса РТС, будет сильнейшее падение, и вроде бы роста не должно быть, но с другой стороны, смотрите, читаю сообщение, в Давосе, Всемирный экономический форум, и, будет выступать Путин там, то есть, нас туда несколько лет подряд не звали, и вдруг вот оно, что это такое, что такое Всемирный экономический форум в Давосе, там, лидеры, мировые, значит, там, ну, самые, ну, как бы, ну, лидеры, да, экономик, они определяют тенденции развития всего мира на год, то есть, глобальное потепление, отношения между США и Китаем, политика нового президента США, и туда же пригласили Путина, давненько Россию туда не приглашали, поэтому, если, значит, туда пригласили, то, возможно, это уже, ну, какое-то продвижение к снятию санкций, ребята, к снятию, то есть, как бы, ну, признание, роли России и так далее, и это может очень сильно дать импульс для роста достаточно сильного индекса РТС, то есть, рост для рубля, потому что, ну, он сильно недооценен, это все признают, поэтому я решил сдувать и вот это тоже плечо, то есть, есть фактор, который говорит о том, что индекс РТС может и подпрыгнуть, ну, то есть, рубль подпрыгнуть, ну, и, соответственно, давайте сейчас я уже покажу, что сейчас у меня на этом счете, ну, пока я снимал видео, он не подпрыгнул, вот, посмотрите, здесь 30-минутный график, вот это предыдущий день, вот вы видели резкий скачок, потом снижение, вот, здесь резкое снижение, здесь я еще заработал, сейчас болтанка, боковой тренд, в общем, так сказать, ничего не происходит, что у меня, у меня здесь 161 тысяча, 532 рублей, и плюс вариационная маржа 1500, то есть, 163 тысячи, вы скажете, почему так мало, только что были 300, а я вернул кредит, я вывел отсюда 148 тысяч, сейчас я вам это покажу, вот он этот счет, вот здесь я ввел 20 тысяч, здесь еще 180, то есть, вот здесь вот 120 тысяч было внесено, и здесь были временные убытки, а потом я, а потом вот это все, это за счет торговли, то есть, она сначала выросла, вот, потом немножечко снизилась прибыль, потом снова выросла, выросла, и вот здесь вот я вывел 148 тысяч, на финансовом результате это не отразилось, потому что здесь вот были в начале убыточки, вот, 13 января все началось, видите, да, сначала были убытки, ну, так бывает при построении, при начале построения стратегии, а потом прибыль, прибыль на текущий момент, 118 тысяч 222 рубля, а результат за сегодня это 18 тысяч, ну, и потенциал еще есть, там небольшой, какой потенциал у нас есть, ну, вот он, 13 тысяч еще, вот к этому, это вот она, это самая планочка, полочка, вот если я уберу вот эти путы, то у меня за счет колл спреда, который справа, будет 7953, а если я уберу колы, то у меня еще 5507, то есть 5000 за счет левого крыла и 7000 за счет правого крыла, вот такие штуки, что позволило мне получить такую прибыль с 200 тысяч, которые взял в кредит, сделать 300 тысяч за там полторы недели, ну, опционные стратегии, и просто в этом надо понимать, в этом надо разбираться, если этим делать, ну, как бы, пользоваться умеючи, то, соответственно, можно получить огромную прибыль, но при этом можно получить и огромные убытки. Главное, главное сделать вот это вот, вот эти вот предположения, и, смотрите, ну, здесь, в общем-то, я достаточно, ну, не так сильно рисковал, почему? Потому что, смотрите, вышел из канала, вышел из канала, здесь, раз, два, три точки, пробил уровень сопротивления, но будет он падать, поэтому можно брать и кредит, и торговать в кредит. Сейчас я уже кредит отдал, и, ну, и даже немножечко подсдую, почему? То есть, смотрите, у меня вот этот вот, сейчас, счет, срочный рынок, он у меня немножечко перегрет, перекос. В прошлом видео я рассказывал про свой портфель, вот я начинаю тут табличку со своим портфелем рисовать, и вот что у меня получилось. Вот это вот, этот раздел, это акции на московской бирже, вот они, это мой портфель, она еще почти, ну, пока не готова до конца, а вот это вот, общий портфель, вот здесь вот, я добавил сюда акции на бирже СПБ, то есть, он у меня такой суммарный, и здесь вот, смотрите, вот, и вот они на уменьшение идут, это акции на Мосбирже, а вот отсюда пошли акции уже на Санкт-Петербургской бирже, и, чем хорош этот график, я всегда говорил, что я не люблю цифры, я визуал, и поэтому здесь вот визуально видно, что у меня, вот здесь вот у меня, 12% от всех денег, вложены в, вот это вот область, облигация, РУС-28, 12%, вот это у меня структурный продукт открытия ФКИОП-2, но на самом деле это структурный продукт защиты капитала, про который я рассказывал, на рост индекса, крупнейших компаний Америки, Дельта Хеджет Фонд, я об этом рассказывал, вот здесь 8%, 12 плюс 8, 20% в очень консервативных инвестициях, это мало, если мы посмотрим сюда, то здесь 34% плюс 21%, больше 50% на московской бирже у меня в таких вот активах, и есть еще 2 ETF, но они маленькие где-то, вот где-то они, так это Новотек, ой, они совсем маленькие, где-то здесь они, ну то есть, вот в ETF-ах чуть больше, чем 20% у меня, это на московской бирже, а на санкт-петербургской бирже, там нет вообще ETF-ов, поэтому вот, совокупная доля вот этих консервативных инвестиций в ETF-ах у меня, очень-очень небольшая, теперь смотрите, вот начиная, вот если отсюда и вот досюда, это рублевая часть, вот это вот рублевая часть, а вот это вот, плюс вот это, это валютная часть, то есть валютная часть у меня немножечко превышает, рублевую часть, а вот это зеленая, а вот это зеленая 34%, ну сразу видно, что это много, и это срочный рынок Фордс, совокупные вложения в срочный рынок Фордс, это много, это очень много, друзья мои, поэтому, ну здесь, а нет, здесь на моем счете все, да, есть еще счет жены, там немножечко иначе, но, тем не менее, вот так делать нельзя, недопустимо, это я делал только потому, что я был уверен в падении индекса Фордс, сейчас я вовсе не уверен, я буду снижать вот эту долю, ну и судя по всему, увеличивать вот эту долю в акции, все видно сразу, что рублевая часть у меня низкая, ну, либо кэш, я не знаю, ну, вот эта доля неправдоподобно большая, это огромный риск, вот эта вот зеленая часть, это крайне рискованные активы, которые принесли мне, вот, за две недели, 50% прибыли, но это крайне рискованная вещь, ее надо уменьшать, в принципе, по идее, вот эта часть должна быть, 40-50% от всего, от всего инвестиционного портфеля, вот эта часть равными долями разбита на рубли, и доллары, это правильно, ну, а рискованная часть, должна быть в районе 10% от всего портфеля, ну, и надо к этому стремиться, наверное, я буду это еще уменьшать, но здесь вот у меня 34%, но хотя бы до 20% я должен это уменьшить, и я этим займусь в ближайшее время, ну, а модельный портфель, я вот, видите, я уже готовлюсь, я расскажу и покажу, как его делать, ну, здесь модельный портфель, он специфический, он заточен на меня, его повторить достаточно сложно, почему, потому что здесь общая сумма инвестирования, миллион, то есть он подойдет тем, у кого денег от миллиона, тем, у кого до миллиона, я буду, ну, другой портфель рассказывать, это будет портфель сына, я о нем тоже буду рассказывать, поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу, и не рискуйте слишком сильно, даже, ну, как бы, если вам кажется, что наверняка все, все будет совсем не так, рынок будет работать против вас, пока вы не научитесь его чувствовать, ну, а с опционами, ни в коем случае не приступайте к торговле опционами, пока не пройдете курс по опционам, он достаточно грамотно сделан, я доволен, в принципе, да и люди тоже говорили, что все классно, позволяет понять эти опционы от и до, ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, и до встречи.